Из гидактических соображений я не рассказывал, что эти функции здесь еще откаженные, но это очень хорошо, чтобы просто сходить. Значит, пятая функция выглядит следующим образом. Поскольку она инвестивная, она представляет собой четырехканальный приемник. Как блокатор, который собирает информацию по своему отчетку. Поэтому инвестивную обычно рисуют даже вот так вот. Стрелок внутрь. И штриховые. Почему? Потому что мы говорим, что она витальна, одномерна. Вот у нее этот вектор. И хочу. Внимать эта информация по всем четырем векторам. По вектору глобальности, норм, ситуации и опыта. И мы видим как раз, в чем идет стыковка дуал. Потому что первые четырехмерные пункты дуала полностью удовлетворяют информационные потребности. Показать их партнеры. Да? То есть, когда у нас будет аналитик, то есть, как я удастся витальный энергетический вектор ИС, вот этот вектор, а информация поступает в эти четырех аспектов. Вот этому вектору соответствует маленький виртуальный вектор ИС. Я его, если уж перекуман, он просто откликается на… Александр Ильич, а можно вот на этом, на большом пространстве, так, побольше это нарисовать? Так, сделаем. Значит, вон у нас первая функция. Это четыре активных информационных векторов, а это витальный энергетический вектор приемный. Здесь он рисуется шпиком, потому что он пассивный, потому что он рисуется шпиком. И вот он откликается на запрос этого вектора, а информация поступает, понятно, вот к этим векторам, сюда. Вот идет, это полная дуальная спутка. То есть формально, формально. Функция даже не четырехмерная, а пятимерная. Просто это пятое измерение, оно у нее получается по-настоящей пассивной. То есть оно имеет место быть, но оно находится в другой поставке. В другой поставке. Теперь возьмем шестую функцию. Шестая функция приемна трехмерном. Она воспринимается по функции партнера, по опыту, по нормам и по ситуации. И витальна, она двумерна. И норма. То есть она уже избирательна. Она не все хочет, но с определенными ограничениями. Вот когда большинство функций в университете, что эта функция оценочная и референтная, то есть она уже начинает отбирать некоторую часть информации. Эта шестра вот именно с этим. Ну и здесь в течение идет. То есть она уже глобально с ней воспринимает, она его отсекает и здесь тоже. То есть, соответственно, ли вторая функция, она выглядит уже таким образом. Норма, ситуация, опыт. Я оставлю индекс Е энергетический, чтобы не надо. Это информационный вектор рейтинг. Третья функция, это пятая, шестая, седьмая. Седьмая функция у нас, соответственно, приемная. Приемная двумерная. Только по опыту и нормам. И витально трехмерная. И нормная ситуация. Значит, а седьмая функция у нас называется одна иначе. И вот обратите внимание, значит, как она соответствует третьей функции. Т.е. орбитальные вектора, они связаны с как бы наработками уже организма. Усвоенного опыта и так далее. И в чем специфик этой функции, как мы знаем? Что, с одной стороны, человек накапливает по ним много опыта. И охотно с ним делится. Т.е. еще мы так шуты и говорим, что седьмая функция – это страна совета. А с другой стороны, седьмая функция достаточно жестко контролирует, как себя ведут окружающие по этому опыту. Ну, скажем, если здесь стоит деловая улица, а седьмая функция – это, например, у хозяина Горького, то он достаточно четко отслеживает, насколько законно, правильно или неправильно люди заработают. Его окружение, его знакомые и прочее. При этом самому ему закон не писан. Вот обратите внимание, что внутри себя у него еще вектор ситуации. То есть он может себя вести иначе, чем он это разрешает другим. Более того, он даже не осознает часто, что он ведет себя иначе и делает вещи, которые для других запрещают. Если ему сказать об этом, ну, слушай, а ты же такой, он даже… Он может разве что только немножко смутиться и учиться, ну надо же. Или удивиться. Как он это замечал. Но это, конечно, не изменит его турист. А если на седьмом месте стоит интуиция времени, это у рассказчика и изобретателя, то здесь контроль, как другие люди расплатывают и тратят время. И именно, ну, время, связанное, когда он зависит. То есть, грани тянуты из деревьев и прочее. То есть это его страшно раздражает. Но в то же время он спокойно может сам, как угодно, распоряжаться собственным временем, волынеть, не замечать этого времени, опаздывать. Это его мало смущает. Потому что вот внутри себя, по метальным векторам, он действует как считает. Если здесь стоит эти эмоции, это у хранителя и у гуманиста, тогда это обрезание чужих эмоций. Ремонт смысла. Не смей так эмоционировать или отвести в сторону и сказать, что не смей проявлять свои эмоции, не смей так себя внести. Хотя это не мешает самим устроить, если нужно, какой-то эмоциональный стандарт. Ну, сколько напряженной ситуации. Да, вот седьмая функция, она это достаточно жёсткий крики. Я даже иногда смею, говорю, что попал по седьмой функции. Да, вот как астамбель, он попал под лошадь. То есть, когда вы попадаете под обстрел седьмой функции, вы чувствуете себя достаточно некомфортно. Потому что ни с того ни с сего просто считают ругать. Или за опоздание, или за что-то ещё. Вот если, например, седьмая функция волевая сенсорика, это у мастера и художника, то это означает, что он контролирует проявление силы, применение силы, применение нажима, в том числе волевого вокруг себя. Если, скажем, люди ссорятся или дерутся, он может только их раздать даже, применив физическую силу, даже уменьшаться в правах и так далее, в силу того, что для него это не допустимо. Но это не мешает ему самому при необходимости подражать. Применить физическую усилию, потому что для себя это может быть. Другие вот эти причины. Это вызывает критику и соответствующие действия. А напротив, если тут билая сенсорика, белая сенсорика, то есть Жукова, Маршала или политика Цезаря, то там контроль по белой сенсорике. Ну, то есть нечего тут из себя изображать неженку. Такой пример. Едем с телевидения когда-то. Значит, машина везет с телевидения. Там, как вел передачу, у меня брали интервью. Едет лирик, едет политик. Ну, еду я. И что-то соберли в ресторанчике, значит, в каком-то. Эли говорит, вот есть тут напролезной какой-то ресторанчик. Такие блюда изысканные. А я отвечаю, ну, мы вообще-то любим индейскую кухню. Это же уже речь эта в эзотике. А политик я это слышал-слушал, потом нахрякся и так скажем в голосе. А я люблю квашеную капусту. И все, и летела была еще одна. То есть, очевидно, что вот эти вот все обсуждения по белой эссензерике его достали. И он это дело контролирует. Ну, опять, похоже даже немножко на ритмике. Но вот такой момент, когда это все занято. Хотя, опять-таки, если мы поговорим с Тензелем, то он любит, то есть, а, приемте в ресторан, чтобы был роскошный ужин, там, со всякими разными столами и прочее. То есть, это он тебе запросто разрешает, и это у него один момент абстатуса и доставки и прочее. Но вот по другим нечем рассуждать. То есть, вот такой интересный момент. Если у нас на седьмом месте белая логика, то это контролирующая логика у предпринимателя и администратора. И это логика обычно, это критика, ну, каких-то суждений или действий по структурной логике. То есть, что это самое, ну, самое распространенное, это дурацкая бюрократическая система, эти дурацкие правила, которые не дают ни жить, ни работать. Эти дурацкие инфекции официальные, которые вот запрещают то, то и то, и вообще это не жить. То есть, ну, и так далее. Ну, это касается частных высказываний для предпринимателей, они много шишек набивают, потому что в молодости они, когда слышат чьи-то высказывания и находят логические ошибки, они тут же, тут же об этом их начинают критиковать. Вот такой самый яркий пример, это Лев Ландау, да, физик, который просто, ну, это было гипертрофировано, и он этим нажил огромное количество врагов, поэтому он и попал в перерывку, на него накасали тормоз, и все, где он не был, он наживал врагов. Он по скандалирует Петер Куртия у папы Йохея, то тот еще был его конфликтур, уехал в Харьков, в Харькове не ужился, а потом его запрещал, вообще-то капится, уже вытащил из тюрьмы, и только у капится он под крылом администратора, вот, в общем-то, вышел. Потому что вот при его характере, при всем оботалонке, он постоянно вот критиковал всю эту систему, даже вот только называл эссоциат фашистской страной, и, конечно же, там, я думаю, что на него досел НКВД, это очень большой, только большого характериста застетического капица, его не занаивые владеют, не расстреляют. То есть, если на седьмом месте этика отношений, это у энтузиаста или любого идеолога, Гамлета, то там идет контроль, надо относиться к этому и тому человеку. Правильное отношение, неправильное отношение. И, наконец, если мне, хотя я могу, опять-таки, внутри себя проявлять любое отношение к этому человеку. Вот как хочу, так и отношусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова